Система образования в Великобритании, в принципе, не самая, конечно, сложная в мире, что прекрасно для нас, но я думаю, что есть свои различия, свои детали, которые знают далеко не все студенты, которые заинтересованы, в принципе, страной, поэтому надеюсь, что сегодня расскажу вам что-то интересное и в целом полезное. Итак, сначала пару слов о том, почему студенты вообще Британию выбирают. Я работаю с Великобританией, США и Австралии, поэтому есть возможность оценить, какой студент предпочитает какой вариант образования за рубежом, скажем так. Значит, на выбор Великобритании есть несколько крупных причин. Во-первых, это система образования, которая известна во всем мире. Когда речь идет про старейшие варианты образования, среди них всегда называют Великобританию, и университеты, наверное, с самой известной репутацией, это тоже Великобритания. Если вы ищете высокие рейтинги, это тоже один из самых крупных центров, и уровень известности университетов особенно высок в Европе, в том числе из-за бывшего European Union, ну, ныне существующего, просто не для Британии. И мне кажется, что если ваша карьера в ваших мечтах как раз ассоциируется с Европой, может быть хороший выбор для вас. Многие люди отмечают то, что в Великобритании дешевле, чем обучение в США и в Канаде. Это правда, но есть свои элементы, которые как обуславливают в стоимом направлении, так и связаны с зарплатами после обучения, но более низкая стоимость, это действительно факт. Сейчас в Великобритании есть возможность два года работать после окончания обучения. Это значит, что если вы отучились полный курс, будь то бакалавр или магистр, у вас есть возможность практически применять ваше знание в течение вот этих двух лет. То есть для британцев это возможность увидеть студентов с самыми, наверное, самым высоким потенциалом для того, чтобы присоединиться к культуре. Для работодателей возможность восполнить в ином смысле передевшие рабочие ряды после Brexit. Я думаю, что Brexit также в принципе создает более здоровый климат по работе для иностранцев, потому что те рабочие места, которые ранее активно занимались европейцами, сейчас за них будет конкуренция, которая будет происходить между европейцами и многими другими иностранцами. А это создаст большее количество рабочих, несколько таких людей, как мы с вами. Довольно высокие стартовые зарплаты в Лондоне особенно. Сложно выдать какую-то единую цифру для всех специальностей, но я бы начала где-то с 28-29 тысяч годовых для студента, выпускника гуманитарного направления и с 33-34 для человека с техническим образованием. Для технического направления, наверное, предела вообще потенциальная популярная, популярный тип профессии, популярное направление. Многие родители отмечают короткий перелет из России в Великобританию. В моей практике это не было особенно весовым фактором, потому что даже если вы думаете, что будете летать домой каждые выходные, не будете. Потому что очень много того, что нужно учить, очень много адаптаций, которой нужно заниматься. Поэтому, на мой личный взгляд, это не очень большой фактор, но родители его часто упоминают. И, конечно, огромное количество компаний, которые, в принципе, являются, которые не просто существуют в Великобритании, а их основные офисы базируются в Великобритании. То есть есть возможность приблизиться к огромному трудовому рынку. Мы работаем с 16 университетами Великобритании. Вы сейчас видите их на моем экране. Я думаю, что, когда смотришь на них первый раз, первая ассоциация – это, наверное, исключительно логотипы. Но чтобы вы в них не терялись, дам буквально пару слов о том, что это такое. Значит, из этих университетов есть энное количество так называемых университетов группы Russell. Группа Russell – это британская лига плюща, то есть это самые сильные университеты в стране. Из них на этом слайде вы видите Бирмингем, Бристоль, университет Глазгоу, университет Ниверпуля, простите, университет Ноттингема, университет Йорка и университет Квинн-Мэри. То есть семь разных университетов, которые относятся к самым сильным в стране. Другие университеты, которые вы видите, от того, что они не относятся к группе Russell, не становятся хуже. Я бы сказала, что между этими категориями университетов есть свои плюсы и минусы, и свои различия. Университеты группы Russell чаще всего известны классическими направлениями, классическим образованием. То есть когда мы с вами говорим о математике, когда мы говорим о физике, об экономике, о финансах, такие направления сильны, известны в университетах группы Russell. Инженерное дело еще, пожалуй, стоит добавить. Когда речь идет о более модных направлениях, если я могу так сказать, графический дизайн, то, что связано с медиакоммуникациями. Эти направления, не могу сказать, что в университетах, но более широко представлены. Тем более есть дополнительные факторы, которые выделяют другие вузы, не группы Russell, среди университетов, которые вы здесь видите. И в первую очередь это так называемый sandwich year. То есть возможность для студентов обучаться в течение трех лет, но при этом между предпоследними и последними годами бакалавра вы делаете год практики. Такую практику обычно организует сам университет, и это более закономерная и более частая ситуация для университетов не группы Russell. В общем, есть свои плюсы и минусы. Если у вас, кстати, появляются вопросы, пожалуйста, пишите их, я с удовольствием отвечу. Это вопрос о группах Russell, это частый популярный вопрос. Вот это вот удивительно разбросанная картинка, которая, конечно, пугает, наверное, количеством детализации, но я объясню, с чем она связана. Значит, вы видите здесь, собственно, те же самые университеты, которые видели на прошлом слайде, но к ним добавились прекрасные шарики. Что это за шарики? FC – это foundation course. Это самый стандартный способ поступления студентов в британский университет. Если вы учитесь стандартно в школе 11 лет, оканчиваете школу с аттестатом, вы поступаете именно на foundation course. Здесь может быть вопрос от кого-то, что, ну вот я учился 12 лет, скажем, в колледже, и у меня все равно аттестат. В этой ситуации вы все равно идете на программу foundation. Связано это с тем, что британские студенты в школе учатся 12 или 13 лет, мы же с вами оканчиваем обучение обычно на 11. Что бывает вариантов для студентов, которые изучают программу e-level или программу IB? Если вы относитесь к таким студентам, то для них наиболее популярна программа International Year One – это, собственно, IYO в зеленом шарике. Программа International Year One – это эквивалент первого года бакалавра. То есть, строго говоря, вы поступаете сразу на первый курс. Для кого вообще была придумана эта программа? Эта программа придумана для тех студентов, которым скучно на программе foundation. Если вы хорошо учитесь в школе, если вы учились много лет, если у вас хороший английский, вам практически 100% будет просто скучно на foundation. Вы уже делали все эти материалы, вы все это знаете, вам не нужен дополнительный год. Для таких студентов идеален как раз International Year One. Сделаю маленькое повторение. То есть, foundation – это год нулевой. То есть, он идет как блокатор, как буфер, как восполнение за тот год, который вы провели бы в школе, если бы учились 12 лет. После этого foundation вас ждут 3 года бакалавра. Суммарная длительность обучения – 4 года. В ситуации с International Year One, IYO, вы поступаете сразу на эквивалент первого курса и после этого учитесь, простите, еще 2 года. Соответственно, общая длина обучения – это 3 года. Есть программы примастера. Это подготовка к магистратуре. Не думаю, что мы сегодня об этом будем говорить. Есть такой фактор, если он кому-то интересен. И есть прямое поступление в один университет. Это с левой стороны розовый кружочек с надписью «Директ». Это поступление сразу на первый курс университета Бирмюгема. Это также хороший вариант для тех студентов, которые хотят поступать сразу на первый курс и могут это делать. Что значит, что у них есть A-Level или IB. То есть есть какая-то квалификация альтернативная, простите, эквивалентная 12-й годам Великобритании. То есть в этой ситуации вы сможете рассмотреть университет Бирмюгема. Бирмюгема. Пройдемся немножечко по тому, где что здесь находится. Кстати, эти расположения, наверное, еще и сигнал того, где вы будете учиться. Обычно, когда вы делаете программу Foundation или International Year One, она проходит сразу на территории университета. То есть на территории вуза есть дополнительное здание, где учатся студенты, которые изучают Foundation и International Year One. Иногда это здание изначально принадлежит университету, и в ряде ситуаций вы делите его с полновесными студентами. То есть вы сразу погружаетесь в студенческую жизнь. Бывают ситуации там, где колледж один объединяет дальнейшее поступление в разные учебные заведения. Это актуально для нашего колледжа, который находится в Лондоне. В Лондоне очень сложно найти какую-то одну точку, которая позволит собрать большое количество студентов, потому что город крайне застроен. Наш колледж находится в первой зоне Лондона на станции London Bridge. И те студенты, которые в дальнейшем хотят поступать в City University of London, Westminster, Cranfield, etc., те вузы, которые вы видите на этом слайде, учатся как раз на территории нашего колледжа в Лондоне. И в дальнейшем они переходят в выбранный ими университет. Кстати, важно сделать маленький комментарий о сути и, наверное, главном плюсе таких программ, как Foundation и International Year One. Это возможность для студентов гарантированно перейти на дальнейший курс обучения. Если вы хорошо учитесь на Foundation или International Year One, вы не сдаете никаких дополнительных экзаменов, а просто переходите на следующий год обучения. Это, наверное, главный плюс, о котором думают родители, студенты реже, но это очень важный фактор. Буквально несколько рейтингов, которые я могу вам показать. Университет Бристоля относится к топ-9 в Великобритании, и у него 35 предметов, относятся к 100 лучшим в мире. Университет Йорка 12-й лучший в Великобритании, он известен химией, политикой и биологией. Университет Ноттингема топ-1 лучших университетов мира. Наиболее известен Electrical and Electronic Engineering, но мои студенты очень любят его за юриспруденцию. Он занимает пятую строчку именно по этому направлению. Университет Глазго, это мой личный, пожалуй, любимый университет, во многом за счет его истории и красоты. Он один из самых старых университетов в англоговорящем мире. Топ-11 в Великобритании, известен бухгалтерским делом и финансами, и Civil Engineering, то есть гражданским инженерным делом или градостроительством. Ноттингем Тренд, топ-20 в Великобритании, очень известен искусством и дизайном, также прекрасные компьютерные программы. Университет Восьминстера, очень популярный выбор в Лондоне, топ-15 по фэшн и текстилю, и также топ-15 по фотографии и фильмам. У них даже есть собственный кинотеатр, в котором студенты могут рассказывать, могут показывать свои работы, которые они сделали в направлении фильмов. И университет Эссекса, известный вуз в направлении политики, известный вуз в направлении математики, и топ-30 по юриспруденции. Что же происходит внутри программ Pathways, то есть программы Foundation и International Yearbook? Стандартно такая программа длится в течение двух семестров. Почему я говорю стандартно? Потому что, как вы понимаете, первая задача такой программы – это убрать разницу длительности обучения, то есть того, что вы учились 11 лет, кто-то другой – 12. То есть минимально эта программа длится именно стой. При этом она может доходить до и четырех семестров. Четыре семестра – это гораздо более частая ситуация для тех студентов, у которых слабый английский язык. Стандартное требование для программы Foundation – это IELTS 5.5. Сделаю один важный комментарий, о котором мы еще поговорим. Это то, что для студентов, мечтающих поступить на программу Foundation, необходимо сдавать IELTS UKVI. Именно такой вид IELTS. Дата начала. Вы можете начать обучение на таких программах не только в сентябре. Это частое заблуждение. Вы можете взять сентябрь, октябрь, январь, март и часто даже апрель. При этом, что интересно, предположим, если бы вы начали обучение с нами в этом марте, предположим, вы взяли бы программу Foundation, вы бы оказались на первом курсе университета с сентября 2021. Несмотря на то, что формально выражаясь, любой курс не короче, чем два семестра, по количеству месяцев он может быть короче. То есть студенты, которые начинают в марте, учатся с марта по конец августа, и в сентябре они уже на первом курсе. Ну, это, конечно, вариант для опаздывающих, скажем так. С точки зрения того, что студенты изучают, это напрямую связано с выбранной специальностью. Что я имею в виду? Когда вы приходите ко мне, к Ольге, работать, общаться, вы обычно говорите, что вы хотите изучать в университете. В качестве примера вы хотите изучать бизнес. Вы изначально выбираете в конкретном университете конкретную специальность. Дальше мы помогаем вам подобрать подходящую к ней программу Foundation. С левой стороны вы видите пример программы Foundation по бизнес, юриспруденции и финансам при университете Бормута, да, то есть распределение по предметам и так далее. Обычно внутри Foundation 5 предметов, внутри программы International Year One 7 предметов. Есть определенная гибкость внутри этой программы. Что я имею в виду? Студенты могут себе позволить от каких-то курсов отказываться, но не отказываться в пустоту, скажем так, но только в том формате, когда они хотят заменить на что-то свой предмет. То есть если вы считаете, что, скажем, вам с точки зрения бизнеса обязательно нужен модуль, связанный с предпринимательством, вы можете добавить этот модуль и, скажем, убрать модуль по экономике. К примеру, есть вот такая вот гибкость, но она довольно четко модерируется в колледже вашим академическим советникам, работой которого убедиться, что вы изучаете правильные вещи в правильное время. Вы также можете попросить о том, чтобы убрать занятия по английскому языку, заменив их на академические занятия. Это возможно, но только для тех студентов, у которых изначально очень высокий уровень английского языка. Немножечко о том, что всегда является однозначно любимым выбором наших студентов, и это программа International Year One. То есть я еще расскажу о том, почему именно ее выбирают, но здесь вы можете увидеть деление того, какие специальности, в принципе, предлагаются и какие направления. Такая программа есть не по любому направлению, а в нашей ситуации по бизнесу, компьютерам, инженерному делу, юриспруденции, средствам массовой информации, политике, международным отношениям, туризму, гостиничному делу. И здесь не хватает, к сожалению, слайда с архитектурой, но архитектура у нас тоже есть. Почему же люди так любят эту программу? Значит, во-первых, эта программа ведет ко второму году. Значит, почему это интересно? Потому что вы экономите целый год времени, вы экономите целый год расходов, вы фактически... Ну, это наиболее спокойный вариант того, чтобы пройти через все ваше обучение. Вы можете поступить на эту программу сразу после 11 класса школы, если хотите. Но она также доступна для студентов с результатами A-Level или IB. Мы предлагаем очень много рейтинговых программ внутри этого. Стартовая стоимость таких программ – это 13 230 фунтов. Есть скидки на подобные программы. Они обычно не превышают 3000 фунтов, но они существуют. У вас есть возможность сдавать другой тест, а не IELTS UKVI. Вы можете сдать обычный IELTS, либо альтернативный тест. Но для того, чтобы его использовать, нужно сдать его на уровне IELTS 5.5, где ни один показатель внутри не ниже, чем 5.5. Ну и, конечно, самая интересная вещь. Вы можете работать в течение 20 часов каждую неделю, когда вы находитесь на программе International Year One. Обычно подготовительные программы такого права не дают. То есть программа International Year One, строго говоря, экономит вам деньги, экономит вам время, позволяет вам оказаться среди студентов таких же сильных академических, как и вы. Ну и, конечно, даже дает вам какие-то рабочие права. Вот это вот немножечко требований вступительных для студентов. Я не буду, наверное, убийственно долго вам об этом рассказывать, а не сделаю маленький такой, маленькое обобщение, скажем так. Если вы учитесь, я буду говорить в процентах, потому что все образовательные системы разные, хотелось бы, наверное, покрыть их все. Если вы учитесь с уровнем успеваемости 80 и выше, практически любой наш университетский партнер вас с удовольствием рассмотрит. У нас бывают специфические требования к специальностям, бывают более высокие академические требования, но 80 и выше – это такой голый стандарт того, что позволяет вам смотреть практически на любую программу. Если ваша успеваемость на уровне 60 и 100 – это тот вариант, с которым нужно будет побороться, мы найдем для вас вариант, но это будет непросто. Если ваши оценки ниже этого, нам придется долго и мучительно за вас бороться, но мы все равно попробуем. Что еще важно сказать? Если вы выбираете программу Foundation, то есть нулевого года, вы издаете определенный тест по английскому языку – IELTS UKVI. Если вы выбираете программу International Year One, вы можете выбрать ряд других тестов. Как выглядят цены, которые были на 2021? Не все цены готовы на 2021 год, поэтому вы можете посмотреть то, что было в прошлом году. Пока вы смотрите на эти цены, немножечко оставлюсь на скидках. Как я уже говорила, скидки, которые ему предлагают, доходят до 3000 фунтов, и они зависят от ваших академических достижений, то есть если вы хорошо учитесь. Более того, эти скидки всегда выдаются с дедлайном оплаты депозитов. Вы увидите этот дедлайн в вашем оффере, когда подадите документы. У нас также есть прекрасная штука, которая называется Progressions Scholarships. Это значит, что фактически, когда вы переходите с подготовительной программы в университет, университет самостоятельно может оценить вас на получение скидки. Если такое случится, вы также ее получите в своем следующем приглашении от университета. Так вот выглядят наши опции проживания. С правой стороны вы видите, наверное, самый популярный вариант. Конкретно это комната на одного студента, где есть собственный душ, туалет, и есть даже обычно маленькая кухня, которая либо находится у вас в комнате, либо находится на этаже. В большинстве ситуаций вариант, который вы видите, будет тем вариантом, который будет доступен любому студенту старше 17. У нас есть отдельные варианты проживания для студентов моложе этого возраста. И, пожалуй, главная прекрасная вещь, связанная с этими общежитиями, это то, что они гарантированы для наших студентов. Плюс вы находитесь в абсолютно безопасном месте. То есть у вас есть возможность попасть в общежитие только при наличии карточки студента. Везде есть камеры, у вас нет возможности этого избежать. И у вас также есть возможность выбирать из нескольких вариантов проживания. Есть у нас студенты, которые предпочитают жить с друзьями, кто-то из них приезжает на уровень магистратуры уже в браке и так далее. Есть и такие варианты. Пожалуй, это то, что я хотела практически рассказать сегодня, но остался еще момент, связанный с документами. Значит, документы, в принципе, очень… Можно сказать, что это базовый пакет, скажем так. Нам нужна аппликационная форма. Нам нужен паспорт от вас. Нам нужен обычно IELTS-UKVI. Но, как я уже сказала, на International Year One можно отправлять другие тесты, в том числе внутренний тест, который вы можете получить у Ольги. И финальные оценки из школы. Здесь важный комментарий. Значит, если вы подаете документы, допустим, сейчас, у вас еще нет финального документа из школы, к сожалению. При этом вы можете показать несколько лет оценок, и этого будет достаточно нам для того, чтобы понять ваши общие академические умы. Большинство студентов поступает именно так, впоследствии досылая свои финальные школьные документы. Мы также можем попросить у вас ряд других документов. Это будет уже ситуационно. Старые визы на обучение в Великобритании, если вы когда-то в Британии учились. Портфолио. Это актуально обычно для арт-специальностей. Иногда personal statement, то есть мотивационное письмо, которое также актуально для арт-специальностей чаще всего. Иногда мы просим у вас a note of explanation. Это наиболее актуально для студентов, которые имеют какие-то непонятные аспекты в их истории обучения. Какие-то проблемные оценки. То есть то, что требует весьма логичного объяснения. Иногда мы просим дополнительную медицинскую информацию, если вы указали в изначальной форме, что у вас какие-то медицинские проблемы. Но в целом пакет документов катастрофически простой. И самые важные документы, конечно, это ваш английский и ваши оценки. Это то, на чем мы вас оцениваем во первую очередь. Наверное, это основное. То, что я хотела рассказать. Я буду рада ответить на вопросы, если они есть.